Возвращает вас в Санкт-Петербург, в Ледовый дворец, в это роскошное архитектурное и хоккейное сооружение, в котором уже через несколько минут, уже меньше часа, остается до исторического события в истории мирового, не побоюсь этого слова, хоккея. Через 20 лет, после последних, по сути дела, матчей между командами российского хоккея и хоккея заокеанского, хоккея НХЛовского, две этих великих хоккейных державы, две этих великих хоккейных школы, так точнее, вновь встречаются между собой. Сегодня здесь, в Ледовом дворце, будет сыгран матч между клубом СКА из Санкт-Петербурга и командой Каролина Харрикейнс, командой Национальной хоккейной лиги. Меня зовут Александр Кузмак, и я с удовольствием, как и всегда, приветствую в студии, теперь уже здесь, из Санкт-Петербурга, Олега Браташа, своего постоянного коллегу и постоянного эксперта нашего телеканала. Олег, добрый вечер. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, уважаемые телезрители. Олег, не могу не задать сразу вам, может быть, короткий, а может быть, длинный вопрос. Знаю, что вам и не безуспешно довелось самому играть против команды НХЛ и приезжать туда и играть против них там. Сегодня Каролина в обратной ситуации. На ваш взгляд, что такое вот для вас лично и тогда для нашего хоккея было столкновение с совершенно чуждым для нас другим хоккеем, другим хоккейным миром? И как это воспринималось? Ну, большая разница, играть там или играть здесь. Когда мы играли здесь, ну, не так чувствовалась разница. Конечно, игра на тех площадках, она большую разницу несла. И поэтому я думаю, что в более непривычной ситуации будет Каролина. Хотя, конечно, стиль игры североамериканцев, мы знаем, это напористость, это пути к воротам по кратчайшему, по кратчайшей линии, это отличная игра на пятачке, это броски убойные с любых позиций. Ну, это всегда отличало стиль североамериканцев. Мы еще обязательно к этой теме вернемся. Сейчас передадим слово Никите Гулину, который также работает на этом матче. И спросим у него, что самое интересное, собственно, происходит на его, в его матреске. Да, Александр, спасибо. Ну, я, честно говоря, в первую очередь хочу поделиться своими воспоминаниями, поскольку в 1989 году я был на матче СКА, тогда еще Ленинград, Вашингтон Кэпиталс. И, в общем, ощущение тех лет у меня живы до сих пор. Это был действительно праздник, народ валил валом. Наверное, сейчас то же самое мы можем наблюдать и в Санкт-Петербурге, когда спустя такой длинный промежуток времени люди буквально ломятся на трибуны. Интерес огромнейший. Билеты были раскуплены, насколько я знаю, в течение буквально нескольких часов. Ну, вот, что очень приятно, огромное количество детей я вижу на трибунах. И это значит, что действительно интерес к хоккею в России именно благодаря таким матчам должен неуклонно повышаться. Сейчас передаю слово Наталье Кларк, которая своими впечатлениями поделится. Спасибо большое, Никита. Но я в свою очередь хочу сказать, что слава Богу, что я не живу еще так долго, как вы. И вспоминать мне, наверное, придется вот этот матч. Потому что в моей спортивной карьере, в моей спортивной карьере журналиста пока не так много замечательных событий. Сегодня это я отношу к одной, наверное, из самых главных. Вот замечательные парни, ураганы из Каролины уже вышли на лед. Когда я посмотрела их ростер, я была просто поражена, потому что это огромные парни, практически все там по два метра ростом. Но в то же время они очень красиво улыбаются. Но я думаю, что под этой улыбкой скрывается хорошее спортивное зло, и они готовы показать сегодня свой класс всем, кто пришел во дворец спорта. Как раз таки о том, кто пришел во дворец спорта. Мы увидели не только болельщиков СКА, но увидели и болельщиков, которые прилетели непосредственно из Соединенных Штатов. Примерно делегации из 20 человек, причем это пожилые люди. В то же время есть и российские болельщики, которые сегодня пришли сюда, в ледовый дворец, чтобы поддержать команду. Я предлагаю вам послушать несколько интервью, которые мы записали перед началом игры. Игра из Каролины Харикейс. Я думаю, это будет отличный матч. Мы порвем НХЛ. СКА вперед! СКА вперед! Вперед, СКА! Не обращайте внимания, что на мне футболка Сан-ХС Шаркс. Ну, это значит, конечно, кое-что, так как Евгений Набоков, он очень долго играл за акул. И вот сейчас мы, моя девушка, пришли поддержать Евгения Набокова. Будем за него болеть и надеемся, что он поможет своей команде победить Каролину. Все-таки такое событие очень редко бывает, что команда НХЛ приезжает играть с российской командой. Мы принципиально болеем за Набокова. Также мы болеем за Сушинского, чтобы он забил как можно больше шайб в ворота противника. Также нам нравится Афиногенов. Мы надеемся на нашу команду, что она выиграет все-таки, покажет класс нашего хоккея, российского. Он, не думаю, что сильно отличается от НХЛ. Я думаю, у нас достойно пройдет игра и надеюсь, что мы выиграем все-таки. Игрок Самсонов, он играл раньше в Бостон Брюинс. И я пришел боясь за него. Он получил травму, но все равно я пришел боясь за Каролину. Армейцы с Невы чемпионы страны. А теперь у меня вопрос к Александру и коллегу. Вот я заметила, что Эрик Коул и Эрик Стал вышли на раскатку без шлемов. Коллеги, вы бы пошли на подобный поступок? Ну, на раскатку, наверное, я бы пошел без шлема. Но это вообще вопрос не ко мне скорее, а к Олегу Браташу. Олег, вы бы пошли на раскатку без шлема? Ну, я думаю, что это излишний риск своим здоровьем. Но не знаю. Ну, что же, сейчас давайте послушаем и посмотрим, как готовились команды к этому матчу. Последнее приготовление к матчу СКА Каролина Харри Кейнс. Подзабытая в Петербурге картина. Мальчишки, прильнув к заградительному стеклу, внимательно наблюдают за тренировкой команды СКА. А у проходящих мимо игроков просят автографы. Чем не показатель возрождающегося интереса к хоккею в Северной столице? В том числе и благодаря таким событиям, как приезд команды НХЛ, происходит этот процесс. Последний раз армейцы играли против Закеанского клуба в 1989 году. С тех пор сменилось два поколения игроков. Но интерес остается. Всегда хочется надеяться, что домашний лед помогает. И будет очень много болельщиков. Насколько я понимаю, это полный стадион. И все будут болеть за нас. Надеюсь, что это поможет. А в нервном хоккее будет совсем другой. Команда быстрая и достаточно жесткая. Интересно. Я сам не знаю, в какой части подготовки. У них там еще и лагерь треничный пробегает. Интересно будет. Некоторых российских хоккеистов с огромным опытом игры в Национальной хоккейной лиге вряд ли можно чем-то удивить. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылим восторженного трепета перед предстоящей игрой не чувствует. Объясняет просто. Конечно, эта игра в основном для зрителей. Нам она не добавит ни очков в турнирной таблице. И никакого преимущества не даст. Насколько мне это интересно. Я профессионал. Я подписал контракт здесь. Раз команда играет эту игру, значит, я должен играть. Не знаю. Честно говоря, я достаточное количество раз играл против этой команды. И, я не знаю, для меня это товарищеская игра. Предматчевые тренировки СКА и Каролины Харри Кейнс проходили хоть и в одном спортивном комплексе, но в одно и то же время. Журналисты разрывались между тренировочными катками Дворца спорта и Юбилейной, пытаясь уловить тренерские задумки на предстоящий матч по упражнениям. Петербуржцы отрабатывали игру в неравных составах, а также выход из-под прессинга. Не секрет, что североамериканские команды очень активно играют давление. В первую очередь за счет силовой борьбы. Главный тренер СКА Айван Заната в один из моментов, будучи явно недовольным действиями своих игроков, показал свой канадско-итальянский темперамент. Кто говорит, что иностранные специалисты крепким словцом командный дух не поднимают, так вот послушайте. Одним из любопытных противостояний станет игра вратарей. Евгений Набоков и Кэм Уорд в финале чемпионата мира 2008 года защищали ворота сборных России и Канады, соответственно. Тогда россиянин пропустил на одну шайбу меньше, и мы вернули себе звание чемпионов планеты. Сейчас Набоков после возвращения из НХЛ проводит один из самых неудачных стартов сезона за последние 7 лет. Не в последнюю очередь специалисты связывают это с игрой на больших площадках. Канадец также подчеркивает разницу. Для меня, как для вратаря, может быть, разница действительно есть. Из-за пары тренировок привыкнуть к такому открытому пространству будет трудновато. Но мы катаемся сегодня, затем перед матчем будет раскатка, и я надеюсь, к игре почувствую себя комфортно. Выставочный матч для большинства российских болельщиков понятие, в общем-то, абстрактное. Мы больше привыкли к термину «товарищеский», то есть который, по сути, мало что решает. Но для североамериканцев это очень важный момент. Место в основном составе надо завоевывать. Я думаю, это запоминающаяся игра. По крайней мере, для меня точно. Да и для остальных парней наверняка. Это последний матч перед началом регулярного сезона в НХЛ. Мы готовимся очень серьезно, так как это последняя возможность проверить свои силы. И по началу сезона всегда дается тяжело. К тому же сыграть на клубном уровне против русских очень интересно. Так или иначе, все билеты на матч раскуплены задолго до его начала. А выйдя на площадку о неофициальном статусе игры, игроки наверняка и не вспомнят. Совершенно точно вспоминаешь Ванкувер. Полную арену в Ванкувере. Тогда она была полна канадских болельщиков, а сегодня российских болельщиков. Это очень приятно. Олег, у меня вопрос, как раз возвращаясь к Набокову и Ворду. На ваш взгляд, в чем принципиальная разница для голкипера большие и маленькие площадки? На маленьких площадках все быстрее. Борта ближе и боковые, и лицевой. Поэтому отскакивает шайба быстрее к воротам. И броски с углов, они с более близкого расстояния. На большой же площадке больше у нападающих времени. Для комбинационной игры сделать паузу, отдать на пустые ворота. То, чего на маленьких площадках для нападающих сделать сложнее. В этом и отличие. Посмотрим, кому сегодня будет труднее. Набокову, вернувшемуся из НХЛ недавно. Или кому Ворду, который на больших площадках играет с большим трудом. Ну а сейчас возвращаемся к теме дуэли Каролины Харрикейнс и Санкт-Петербургского СКА. Что из вкусного самое полезное? Шоколадный торт. Шоколадная. Какой самый жесткий прием хоккея? Силой прием на попу. Против судьи, наверное, я не знаю. В каком городе мира вы себя чувствуете как дома? Помимо Ярославля, ну я в любом смысле. В Киеве. Ваш любимый фильм? Москва слезам не верит. Да много хороших фильмов, сразу и не скажешь. Любимый спортивный комментатор? Если честно, имен не вспомню. Гимаев. Да там все комментаторы нормальные, в принципе. А любимого какого-то одного нет. Что вас вдохновляет? Просто хорошее настроение. Вдохновляет моя семья. Чем бы вы никогда не хотели заниматься? Быть вахтером. Ну, у каждого свое какое-то нелюбимое дело. То есть, так на скидку сразу не могу сказать. Отличие урагана от торнадо? Ну, мне кажется, торнадо это более серьезное и что-то масштабнее, чем ураган. В штате Северная Каролина бывают ураганы, но при мне их ни разу не было, как таковых больших, поэтому не могу сказать. Длиннее Нева или Москва-река? Как мне кажется, да, Нева, она более могущественная и более длиннее, чем Москва-река. Не знаю, не мерил. Сколько литров алкоголя требуется для трансконтинентального перелета? Литров 9-10 по литру в час. Для этого алкоголь совсем не нужен. Большой театр или Мариинский? Большой кино. Третьяковка или Эрмитаж? Эрмитаж, поближе. Не знаю, не был. Как называется город, где базируется ХК Каролина? Штат Каролина, базируются они... Не вспомню. Дворец находится в городе Рали, в Северной Каролине штат. В каком виде спорта не должны выступать мужчины? Синхронное плавание. Не в мужских. Ну что же, есть один человек, собственно их много, но один, наверное, все-таки выделяется. И коллега Олега Браташа по амплуа, чемпион мира Евгений Набоков, который долгие годы с успехом выступал за команду национальной хоккейной лиги Сан-Касса Шаркс, а теперь играет здесь, в России. И чему мы очень рады и которому есть что рассказать своим партнерам по команде относительно встреч с командами национальной хоккейной лиги. Нам, игрокам, у нас в принципе мы не можем выбирать, я думаю, потому что я думаю, что это делается со стороны бизнеса и со стороны развития хоккея. Я думаю, что если смотреть на это со стороны, нужно ли это для развития хоккея, для НХЛ, для Европы, я думаю, что да. Если ты смотришь как игрок, то смотря на эти все перелеты, вот на эти все, будем говорить, такие перемены, я не уверен, что это очень удобно через это, через все проходить. Но опять же, это очень интересно. Ты приезжаешь, вот я знаю, я разговаривал и с ребятами из Сан-Хосе, которые сейчас улетели, им это интересно. Это очень тяжело физически, это приходится, либо мало спать, либо у тебя день с днем переворачивается, вот в этом отношении тяжело. Но со стороны, знаете, насколько это хорошо для болельщика, я думаю, это однозначно да. Любая игра между, будем говорить, североамериканским клубом или Канадой или Америка-Россия, это никогда, никогда не будет иметь просто какой-то товарищ. Если мы будем играть, да, не будет такого акцента, если, допустим, мы будем играть с какими-то корейцами, тогда это будет товарищская игра. А когда ты играешь, это, получается, две ведущие хоккейные школы, канадская и российская. И это постоянно будет соперничество такое, оно хорошее соперничество. И только через такие игры, я думаю, что хоккей может расти. Либо КХЛовский хоккей, как мы его можем назвать, будет расти, либо НХЛ что-то новое подчерпнет. Потому что НХЛ, люди, они там, они всегда любят что-то новое подчерпнуть из любого хоккейного мира. Поэтому там и работают очень много скаутов, которые просто готовы подчерпнуть что-то новое везде со всего хоккея. И я думаю, что для нашего хоккея, для КХЛовского, это будет очень хороший урок. И посмотреть на то, что как КХЛовские команды играют на большой площадке. Я никогда не смотрю на что происходит на бумаге, как это происходит на бумаге. Потому что на самом деле было в хоккее столько много примеров, что лучший состав мало, что выигрывал. И поэтому очень важно, как ты себя проявляешь и как ты отдаешься в игре. Я думаю, что у нас должно быть и есть, я надеюсь, у всех настроение такое же. Мы должны победить и мы должны не только дать бой, но и выходить с настроением, что мы должны выиграть. И по крайней мере, я не знаю, не со всеми разговариваю, но с некоторыми ребятами разговариваешь, и все хотят выиграть. И все выходят с настроением не просто поиграть, не просто посмотреть, а выходить и выигрывать. Олег, продолжай разговор о больших и маленьких площадках, потому что это такой краеугольный камень. Вот на ваш взгляд, кому тяжелее в этой ситуации, НХЛовцам, играющим здесь, или нашим, скажем, когда мы ездили туда, вот, например, как в Ванкувере, играть против канадцев. Какими трудностями столкнуться здесь с хоккейской Каролиной? Ну, вы знаете, наверное, это зависит конкретно от стиля отдельного игрока, кому тяжелее где перестраиваться. Я думаю, все-таки на маленькие площадки посложнее перестроиться, чем на большие. Хотя, конечно, для защитников может быть наоборот легче на маленькой площадке играть. Я почему спрашиваю, что бы вы сказали в данном случае, каково должно быть преимущество СКА сегодня в этом матче, использовав размеры площадки? Ну, я думаю, те преимущества, которыми всегда отличался наш советский, а сейчас и российский хоккей, это комбинационная, умная, интеллектуальная игра, остроумная и плюс скоростная, конечно. Ну что же, послушаем, что по этому поводу думают тренеры сегодняшних соперников Дариус Каспарайтис и Пол Морис. Да, Александр, спасибо. И сейчас у нас есть возможность побеседовать с одним из тренеров Петербургского хоккейного клуба СКА, Дариусом Каспарайтисом. Дарис, ну, первый вопрос, как настроение в команде? С каким настроем ребята приехали, во-первых, на игру? С каким будут играть? Ну, настрой хороший, праздничный, праздник большой для города, для хоккея вообще в нашей стране, потому что давно такого хоккея не было, так что самое главное, что ребята играли в удовольствие и радовали только победой. Есть ли разница между выставочным и товарищеским матчем? Вам, как игроку, отыгравшему в НХЛ порядка 10 лет? Да, думаю, нет, хоккей это хоккей, любая игра играешь, выставочный или просто играешь с друзьями, я думаю, все хотят выигрывать, так что я думаю, все будут биться до последних сил, потому что все любят выигрывать. Какие-то изменения в составе команды возможны ли по сравнению с матчем регулярного сезона КХЛ? Ну да, у нас не будет играть, большая потеря наша команда, это Матис Ваньхендл не будет играть, у него маленькая травма, так что мы дали ему отдохнуть, потому что все-таки КХЛ сезон нам важнее, чем эта игра, потому что ребята травмированные не будут играть, а так остальные все здоровы и остальные готовы к бою. Спасибо большое, Дарис, и я передаю слово моей коллеге Наталье Кларк. Наталья. Спасибо, Никита, но Каролина вовсю готовится к началу матча, и как вы видите, парни уже крутят велосипеды и совсем скоро переоденутся в свою шикарную форму, чтобы выйти на лед, а тем временем у нас есть возможность взять интервью у тренера Каролины перед матчем. Скажите, что вы думаете об этом матче? Ну это, безусловно, для нас очень важный матч, это одна из последних встреч перед началом регулярного сезона. Мы долго летели для того, чтобы сыграть эту встречу, но перед этим у нас очень хороший балкнировочный лагерь. Для нас это, безусловно, большой вызов, и для нас очень серьезная игра, мы пока не очень знаем, чего нам ожидать от этого матча, чего ожидать от этого соперника. Я думаю, что вы, может быть, нервничаете ли вы перед этой встречей? Да, несколько нервничаем, но это всегда так, мы всегда нервничаем перед матчем такого уровня, как перед любой другой игрой. Всегда некоторая нервозность присутствует. Что вы думаете по поводу идеи проведения таких встреч? Это прекрасная идея, играют команды из разных школ с разными стилями игры на разных площадках. Мы, естественно, здесь рады, очень здесь быть. Спасибо большое, спасибо Наталье Кларк, спасибо тренерам команд. Посмотрим, вот опять-таки, посмотрите, Пол Моррис постоянно подчеркивает, что сегодня предстоит играть на больших площадках. Но мне другое интересно. Вот когда вы приезжали играть против команд Тренхайл, вы что-то знали о них? Вот так, ну, по большому счету. Ну, игроков знали, звезд знали, таких как Гилли Флер или Ла Фонтен, конечно. Ну, я имею в виду, знали, в каком стиле придется играть, что за команда? Потому что, судя по словам Морриса, он не очень представляет, что за команда СКА. Нет, ну, естественно, мы представляли себе, но одно дело, когда первый раз выходили, это, конечно, на себе это испытать первый раз, хоть ты и знал, теоретически, это сложно. Ну, а потом уже адаптировались. Никита Гулин сказал, что СКА репетировал выход из-под прейсинга. Как вы думаете, будет ли в начале матча Каролина прессинговать, как это любят делать сенхайловские команды, или будет играть осторожно, не зная, чего ждать от СКА? Я предполагаю, что никакой осторожности в игре североамериканцев не будет. Я думаю, они будут играть в своем стиле, очень агрессивно и очень активно. Вне зависимости от того, что играют против незнакомого соперника? Я думаю, да. Я очень буду удивлен, если они начнут как-то в откат играть и позиционно строить оборону в средней зоне. Какова, на ваш взгляд, сегодня роль личности? Вот мы видим, Эрика Сталла, и Алексей Яшина, и других хоккеистов сегодня личности будут решать или тактика командная? Ну, я думаю... В таких матчах товарищеских. Я думаю, что всегда все решает команда, а личности, они только проявляют себя в хорошей команде. Как вы думаете, СКА или Каролина после матча смогут, если проиграют, сказать, ну, это была товарищеская игра, вы же понимаете, и, так сказать, вот таким образом себе соломку постелить? Или действительно будут расстроены тем, что произошло? Ну, во-первых, будут расстроены любая команда, которая проиграет. Но соломку-то они начали стелить уже до приезда сюда, говоря о том, что все-таки у нас не стоит первоочередная задача любой ценой выиграть. Вот, поэтому здесь, естественно, выиграть хотят все. Посмотрим, во всяком случае, что скажут хоккеисты Каролины после матча. Мне бы хотелось, чтобы они проиграли. Во всяком случае, до игры в некоторой степени тренировкам они предпочли прогулки по замечательному городу Санкт-Петербург, и это у них получилось просто замечательно. Ураганы прилетели. Северная столица – последний пункт назначения в предсезонном турне Каролины Харрикейнс. Грозные ураганы, большие улыбчивые парни из города Роли, штата Северная Каролина, приехали, чтобы показать свой класс команде континентальной хоккейной лиги. Я думаю, эти встречи – хорошая идея. Здесь очень достойная организация. Ограть против российского клуба – интересно. Я думаю, мы все получим положительные эмоции. Тем более, что для нас это хорошая тренировка перед сезоном и прекрасная проверка наших сил. Каролина Харрикейнс – обладатель Кубка Стэнли 2006 года. Тогда в составе ураганов чемпионский титул выиграл и один россиянин – Олег Твердовский. Сейчас в Каролине тоже два россиянина – Сергей Самсонов, который, кстати, из-за небольшой травмы от поездки в Россию вынужден был отказаться. И Антон Бабчук, который хорошо знаком поклонникам КХЛ. Многим ребятам интересно приехать в Россию. Они много спрашивали нас о России, вообще о КХЛ, что да как. Я думаю, это хороший положительный опыт. Было бы здорово, если бы такие матчи проводились на постоянной основе в дальнейшем. Они в веселом расположении духа, а почему бы и нет. Ураганы планируют хорошенько разогреться перед началом сезона, планируют выиграть и в Санкт-Петербурге. Я надеюсь, что мы выиграем и не растеряем своих шансов. У нас очень хорошая команда, очень сильные игроки, а некоторые хоккеисты выступали в лигах ниже ранга. Как раз для них сейчас отличная возможность проявить себя на все сто. А пока экскурс по историческим местам Санкт-Петербурга. Где и когда эти парни такое еще увидят? Я купил матрешки, да. Все наши ребята, как увидели, принялись покупать их. Впервые матрешку я наблюдал в Москве. Кто-то из наших парней купил их для друзей в качестве сувенира, а брендамор – подарок для своих детишек. На Исаакиевской площади гости из НХЛ купили русских матрешек по 20 долларов за штуку. Может быть, они и станут для них талисманами. Но только не в сегодняшней игре. Олег, ну и заканчивая разговор о прошлом и настоящем, когда вы приезжали в Канаду, матрешек там не было, а что-нибудь, какие-нибудь сувениры тогда покупали? Вот было такое, что вы ходили так же по городу и смотрели по сторонам? Такая экзотика. Александр, я думаю, не открою секрет, что видеомагнитофоны покупали. А, вот так, да. Видеомагнитофон лучше, чем матрешка, да, я согласен, особенно по тем временам. Возвращаясь опять же к этому матчу, все-таки с точки зрения мотивации для СКА, который начал сезон не лучшим образом, будет это своего рода индульгенцией, таким искуплением перед болельщиками сегодняшняя победа, хотя бы частично? Безусловно. И я думаю, что в этом как раз преимущество в мотивации у СКА в сегодняшней игре, что эту игру они могут реабилитироваться перед болельщиками, которые заполнили стадион до отказа за не очень удачный старт чемпионата. Если, вот как раз мы слышали о том, что Даррюс Каспаратти сказал, что этот матч, он важен, но тем не менее сезон КХЛ для нас важнее. Вот с этой точки зрения, все-таки не боитесь ли вы, что будут беречься? Что не боитесь? Будут беречься немножко хоккеисты? Не, ни в коем случае. Я еще раз говорю, мотивация сегодня у СКА выше. Сегодня СКА нужнее победить, я так скажу. Посмотрим. Будем надеяться, что так и будет. Сейчас еще раз обратимся к утренней тренировке Каролины Харикинс и передадим слово нашим комментаторам Роману Скворцову и Леониду Вайсвельду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Молодцы, молодцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА